Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Безвизовый въезд для иностранных болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 одобрил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Норма начнет действовать за 10 дней до даты проведения первого матча футбольного первенства мира и перестанет действовать через 10 дней после окончания чемпионата. Помимо паспорта болельщика необходим документ, удостоверяющий личность и признаваемый Россией в этом качестве, а также входной билет на матч или документ, дающий право на его получение. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Как мы рассказывали ранее, в Анапе будут созданы тренировочные площадки и базы размещения команд. На следующей неделе Кубань посетит делегация французского региона Лангидо-Круссильон-Юг-Перенея. Как сообщают при службе администрации региона, в программе запланирован визит в город-курорт Анапа. Поездка по Краснодарскому краю запланирована 11-13 июля. Ее цель – развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В составе французской делегации представители власти торгово-промышленной палаты региона Восточной Пиренеи, а также крупных предприятий региона в сфере возобновляемых источников энергии, виноделия, логистики и продовольственной продукции. Также это главный район виноградарства и виноделия Франции. Сообщается, что особое внимание делегация планирует уделить использованию альтернативных источников энергии, в частности, энергии солнца и ветра. Знак ГТО на груди у него больше не знают о нем ничего. Эти строчки маршака мало что расскажут современной молодежи. Однако ситуация в последние годы кардинально меняется. В Анапе этому направлению уделяется особое внимание. Яркий пример – появление новой спортивной площадки в поселке Супсех. Спортивная жизнь здесь начинается с раннего утра. На базе детско-юношеской спортивной школы номер один каждый может найти себе увлечение. При содействии депутатов городского совета на территории школы была возведена особая площадка. Здесь разместился тренажерный комплекс под открытым небом. Его главная задача – подготовка населения к сдаче нормативов по программе «Готов к труду и обороне». Мы быстро приняли решение построить этот комплекс именно здесь. Она будет здесь под наблюдением, она здесь будет под присмотром, всегда будет ухожена. И все, кто желает сдавать нормы ГТО, могут приехать к нам в любое время. Здесь у нас центр тестирования ГТО. У нас назначен человек, который ответственный за ГТО. И, пожалуйста, пусть население приезжает, сдаёт нормы ГТО. На спортивном объекте работает комиссия по премиуму ГТО. Каждый желающий может оставить заявку и сдать нормативы. Проходить тесты можно всю жизнь. Правительство установило 11 ступеней ГТО. Каждый соответствует свой возраст. Первая ступень рассчитана на детей 6-8 лет. Одиннадцатую ступень можно покорить в возрасте от 70 и старше. Уже в этом году все образовательные учреждения, в том числе вузы, смогли официально побороться за награды. А к 2017 году к сдаче норм привлекут и взрослых людей. Вручаться награды будут по специальной процедуре. Бронзовую и серебряную степень присвоят человеку власти регионов. Утвердить же золотую степень сможет только министр спорта России. В Анапе на сельско-хозяйственных угодьях продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день аграрии полностью завершили уборку озимого ячменя. С площади 1509 гектаров собрано 7680 тонн зерна. Урожайность составила 50,9 центнера с гектара. Наивысший показатель урожайности в крестьянском хозяйстве Николая Васильевича Лазарева – 54,5 центнера с гектара. Земли хозяйства Лазарева расположены в Приморском сельском округе. Собрана пятая часть урожая озимой пшеницы с площади 2025 гектаров собрано 10145 тонн при урожайности 50,1 центнера с гектара. Самый высокий показатель урожайности в агрофирме «Гастагай» – 51,3 центнера с гектара. Для того, чтобы минимизировать потери урожая, завершить уборку аграриям необходимо в течение двух недель. В Доме культуры села Гайкадзор состоялся семинар для работников культуры, ответственных за работу летних культурно-досуговых площадок при клубных учреждениях города-курорта Анапа. В ходе встречи маленькие воспитанники ДК показали гостям мини-концерт, в котором продемонстрировали свои таланты в хореографии, вокале и театральном искусстве. Затем слушатели семинара приняли участие в работе круглого стола. Одной из главных тем стала безопасность детей на летних площадках. И хотя в течение прошедшего месяца на площадках не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации, собравшимся еще раз напомнили основные правила безопасности, а также раздали специальные иллюстрированные памятки для детей. С сегодняшнего дня в здании морского вокзала в Анапе можно будет бесплатно проверить зрение, работу сердца, провести глубокое тестирование с использованием современных методик. Так, сегодня проверяется зрение с помощью современного прибора. Процедура не доставляет никакого дискомфорта, а точный результат можно получить тут же через считанные минуты. Также бесплатно можно уделить несколько минут и узнать о том, как работает сердце. При необходимости здесь же можно будет проконсультироваться со специалистами. При желании можно будет пройти более углубленное тестирование сердечно-сосудистой системы. Этот прибор разработал врач-кардиолог профессор. Как работает ваше сердечко, патологические изменения артериальной стенки, заболевания сердца, есть ли тромбообразование, атеросклеротические бляшки. Сосуды несут кровь, а кровь это питание и кислород. Если нарушено кровообращение, то через 3-5 лет будет заболевание. Самое главное действие этого прибора предупредить инфаркт или инфин. Работу сразу 24 жизненно важных органов можно оценить по глазам. Каждая деталь нашего организма представлена нервными окончаниями на поверхности тела, а также на радужной оболочке глаза. Причем здесь сенсоры наиболее чувствительны к мельчайшим изменениям. Быстро, в зависимости от нагрузок на тот или иной орган, изменений того или иного органа, меняется плотность радужной оболочки. Естественно, как производная структура ее, пигментация, что дает возможность объективного анализа. Эта методика существует уже более 40 лет. Еще в основе разработок положены исследования многих ученых, в том числе и зарубежный опыт, учтен и наш. Это дает возможность, используя этот огромный опыт, накопленный опыт, с большой долей вероятности, точности, определять функциональное состояние. Уделить несколько минут своему здоровью можно будет, ожидая теплоход или просто по пути, прогуливаясь по набережной. В здании морского вокзала современные медицинские технологии будут представлены до 15 июля с 11 утра до 7 вечера. По сообщению Кубанинерго, завтра, 5 июля, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прервано электроснабжение. С 13 до 15 часов в Красном Воскресенском Цибанобалке. С 14 до 15 часов в Анапской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.